Просто будь собой! И у вас будет 49, ведь вы начинаете игру с первого уровня, а первое очко получаете только на втором. Второй способ, как оказалось знают не только лишь все, от слова далеко не все, и заключается он в том, чтобы найти место силы, подойти к нему и активировать, тем самым получив дополнительное очко умения. Но главное тут в проблеме активации, ведь очень много людей не умеют держать кнопку активации дольше пары секунд, а иногда это так полезно. Так что ждите, пока место силы не подарит вам свое воодушевление и не отдаст новое очко умения. Жаль, что работает это только один раз с каждым новым местом силы. А, и вот вам лайфхак. Начинайте игру и бегом по всем местам силы получать их очки умений. Не совсем честно, но и ничего противоестественного в этом нету. Получить можно не все, конечно же сразу, некоторые места защищают страшные монстры, или они доступны только по квестам, но в целом профит знатный. Карты с отмеченными местами силы можно найти в интернете. Ну и последний, третий способ. О нем очень мало людей знает, хотя я не могу сказать, что это очень критично. Помните битву с Имлерихом? Перед этой битвой крестьяне на празднике нам рассказывали о волшебных бабах-желудях, которые спасают их от разных бед. Так вот, один из таких можно найти на теле Имлериха и съесть. Это даст два дополнительных очка умения. Отдать его крестьянам тоже можно, но это ни на что не повлияет. Так что ешьте и смотрите не подавитесь. Кстати, если вы его, как и я, не подобрали сразу после битвы, потому что не смогли найти труп Имлериха и вообще не обратили на это внимание, то к нему можно в любой момент вернуться, и он будет там же на месте. А есть его надо на обычную клавишу поедания пищи. Это тоже не все знали. Но если вам естественного прироста очков умения недостаточно, то консоль вам в помощь. Других способов я не знаю, честных или даже нечестных. Надеюсь, вам это немного помогло, а значит ролик заслужил лайк, а я подписку на канал. Если у вас есть вопросы по игре, задавайте их в чате в телеграме, ссылка в описании. Вам обязательно постарается помочь с решением вашей проблемы, а лучшие вопросы и ответы на них я оформлю в формате видео. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике, пока-пока!